This conference will now be recorded. Давайте договоримся так. Я буду излагать то, что мне считается как-то, я так понимаю, что полезно будет для вас, но если у вас есть вопросы, вы пишите в чат, чтобы мы, я, во-первых, сразу отреагирую, а вы не спеша сформулируете то, что вас интересует, быть, может, более конкретно. Так что давайте через чат, и я сразу увижу ваш вопрос и отвечу. Одну минутку. Алло, алло. Хорошо, хорошо, все-все-все, я уже начала. Итак, мы с вами говорим о большой теме, которая включает в себя, разумеется, не только базовый курс, о котором мы говорим сегодня, но и курсы практические, и курсы подготовки к международной сертификации. Поэтому вот в рамках этой всей системы мы сегодня затрагиваем стартовый курс, посвященный непосредственно самим международным стандартам. То есть это тот багаж стартовый, без которого, в принципе, ни практическая деятельность, ни какая-либо сертификация просто невозможна. Я понимаю, что, наверное, у вас, у многих есть некий уже багаж на эту тему, это может быть семестр вузовский, да, это может быть уже когда-то пройденные курсы, приходят ко мне обновлять, и те, кто даже уже имеет международную сертификацию, и, собственно, уже, можно сказать, юбилей, да, юбилей практического применения международных стандартов в России. Я имею в виду стартовый 12-й год. Ну, поскольку вот я вижу уже количество людей достаточное для того, чтобы представиться, я Туребаева Галина Шайдуна. Вот моя визиточка. Сейчас я ее немножечко, да, вот, если... Ну, вы можете поподробнее посмотреть на сайте нашем, в принципе, обо мне. И я продолжаю. Так вот, я хочу сказать о том, что я написала пять причин, но это причины, которые, наверное, вам и без того понятны. Все это очевидно, я просто хочу напомнить вам то, что, само собой, уже, разумеется, ввиду того, что происходит сейчас, я имею в виду, мы с вами как раз на пороге истинного перехода. О том, 20 лет говорили, я помню, первое, что я услышала, в далеком, там, это конец был, ну, где-то на пороге нулевых, то вот завтра уже все, раздаемся с РСБУ и завтра будем отчитываться по международным стандартам. И, собственно, как только это становится законодательным, так это становится и заботой реального учета, значит, нужны практические навыки, возникают ситуации в учете, которые надо разрешать. То есть начинается реальная работа. И вот с 12 года, можно сказать, уже 10 лет. Поэтому речь идет о компаниях, которые давно существуют, у которых достаточная такая платформа устойчивая. И, конечно же, я думаю, что всем приятно уже сейчас в таких компаниях работать или, во всяком случае, туда стремиться попасть. Разумеется, одна из самых актуальных причин для того, чтобы изучать этот вообще не только этот курс, а в целом эту тему, я имею в виду не только вот эту теоретическую часть. Это, еще раз повторяю, это первый шаг всего лишь на пороге к тому, чтобы действительно получить специальность, по сути, новую. И вот, начиная с этого года, впервые российская бухгалтерия действительно реально столкнулась с документом, который представляет собой практически полный аналог международного стандарта. Я имею в виду, конечно, в СБУ запасы. И те, кто с этим столкнулся, а я думаю, все, и те, кто работает в русской бухгалтерии, и те, кто работает в аналитике финансовой, да, сейчас являются свидетелями того, как это все реально непросто. И поэтому, именно для того, чтобы не было вот этих вот переходных сложностей, необходимо знать первоисточники. Ибо вы знаете уже сейчас на опыте даже вот этого первого стандарта, что то, что является как бы вот духом МСФО, оно не ложится на те десятилетиями сформировавшиеся идеологические понятия, которые есть в СБУ. То есть это определенная другая и методология, если хотите, вот идеологический совсем другой подход. Поэтому традиционным бухгалтерам достаточно сложно какие-то процедуры сделать естественным путем. Я не имею в виду даже вот такие вопросы, а как же эту справедливую стоимость определять и так далее. Я имею в виду вот эти вот толкости, которые возникают в реальных практических ситуациях. И поэтому нужно обязательно комплексный подход, чтобы вы не то, что выдернули вот один там стандарт, а второй запасы, да, прочитали его, потом посмотрели, что у нас в СБУ запасы уже в русском варианте. И вот все поняли. Нет, так не может быть. То есть вот как бы вот так фрагментарно подходить не получится, потому что это действительно целая концепция, это совершенно другая методология. У меня где-то вот базовый курс, он где-то 40 часов. И вы знаете, вот где-то только на третьем занятии, ну вот 40 часов, они бьются, либо это 5 выходных, суббота или воскресенье обычно, да, по 8 часов. Я имею в виду академические часы. Либо это вечерние занятия, там 3 занятия в неделю, по 4 академических часа. Ну вот если брать такой традиционный воскресный вариант, то где-то только на третье занятие идет переход вот на другую вот эту философию, я бы даже сказала, на другую методологию. Потому что разница не в каких-то совершенно явных правилах, да, это не просто разница как в правилах движения. В одной стране надо повернуть налево, в другой стране подождать, чтобы им тебя проехали. Нет, это есть. Пока что еще вот такие отличия, они еще сохраняются. Типа того, что там амортизация основных у нас через месяц после готовности объекта основных к эксплуатации, а в МСФО в том же месяце начинается амортизация. Но таких отличий очень мало. И в связи с тем, что ФСБУ идут, это пока что только первый, да, для разбега, а посмотрите программу 22 года, там уже пойдут вся обойма основных и, я имею в виду, основных стандартов, воплощенных уже в русских документах, русских федеральных стандартах учета. Это основные аренды и так далее. Кстати, должны были начать с аренды. И у нас в русском учете, как вы знаете, в общем-то, аренда операционная вообще, да и финансовая тоже самое. По сути, учета аренды нет. Поэтому впереди, конечно, вот с 22 года пойдут такие уже тяжелые отличия. Хотя и запасы тоже у многих вызывают кучу вопросов. Так вот, я хочу еще раз подчеркнуть, что только вот системный такой подход, он позволит вам комфортно себя чувствовать уже в русских документах. То есть для, я бы сказала, определенной группы русских бухгалтеров это будет стрессовое впереди два года. Это непросто, это не то, чтобы это очень сложно, это иначе. Это все иначе. И идеология именно, подход к тому, что вы делаете, он другой. Если вот работая там в русской бухгалтерии, у нас там все закаменело, да, монеты сплошные, эти проводки незыблемые и так далее. Здесь вот эта вариативность МСФО, выбор, который вам предлагает тот или иной стандарт, он, конечно, требует большей аналитики, большего анализа, большей осмысленности ваших действий, когда вы ведете учет, даже не учет, а отчетность по международным стандартам. Вот посмотрите разницу, да, международные стандарты это стандарты отчетности. Как же вы там ведете этот учет, дело ваше. Тут самое главное, что попадает в качестве показателя в отчеты. Внешние отчеты вы знаете или все, кто только входит в эту тему, увидите. Внешние отчеты практически не отличаются. Если говорить об основных отчетах, то основное отличие пока что сохраняется в отчете о финрезультатах. И то у нас как-то эмбрионально уже вторая часть МСФОшного отчета тоже присутствует. Разница в том, что цифры, если вы поставите рядом, положите два комплекта отчетности, российские и международные, цифры будут другие, показатели будут другие. Поэтому даже вот изначально, переходя по сути на международные стандарты, тем не менее, российская система финноотчетности сохранила вот это вот последнее. Посмотрите, федеральные стандарты двухучета. Так и оставили учет. А МСФО это стандарты отчетности. И это вот тоже сигнал о том, что это совершенно идеологически другая система. Ну вот. Теперь я должна еще одну причину назвать. Помимо того, что... Мне кажется, что вторая причина, что сейчас уже ФСБУ практически аналоги международных стандартов, это уже как бы не требует никаких дальнейших комментариев. То есть в русской бухгалтерии невозможно будет работать, не знаю, МСФО. А дело в том, что, вы знаете, проблема еще и в качестве тех документов, которые мы ждем. Скажем, по каким-то моментам, вот сейчас, если не забегая вперед, не предвосхищая каких-то минусов в будущем, просто по факту, объективно, если объективно говорить, то, скажем, вот есть такой элемент отчетности, которого не было в русском учете. В русском плане счетов не было такого элемента предусмотрена отчетность, как активы на продажу. Активы, предназначенные на продажу, это то, что мы собираемся продать в ближайший год, в ближайшие 12 месяцев, с той даты, с которой мы решили продать досрочный актив. Вот, МСФО это давнишние элементы отчетности, а в РСБУ он тихой сапой, как дополнение, был внесен в ГУ-16. И вы знаете, вот вам образчик того, что может быть. То есть ввести элементы отчетности ввели, но правила где-то процентов на 80 перенесли МСФОшные. И остановились. То есть МСФО, когда переводит этот объект в долгосрочный актив, ну, как правило, это объект основных. Поэтому, когда идет переброска с основных вот в эту новую статью, там идет еще одна оценка. Мы еще раз оцениваем и ставим по той цене, ну, вот, которую даст это вот еще одна проверка. А в РСБУ взяли просто и написали, перенесите по балансовой стоимости. Чувствуете разницу какую-то, да? То есть вроде бы как повторили международный, но в то же время не допели песню. И вот если вы не знаете первоисточник, вы все время будете хромать, даже если вы работаете в русской бухгалтерии, все равно будут вот эти вот белые пятна оставаться. Я уж не говорю, что для тех, кто на основе финансовой отчетности российской делает уже потом, допустим, управленческий анализ, да, это вообще гибель, да. Вам уже надо обязательно вот эту корректировку понимать. Я думаю, что порядочная все-таки управленка, она безусловно в основе базируется на международных стандартах, на истинных справедливых стоимостях, на реальных оценках, сроках полезного использования и так далее, и так далее. То, что международная отчетность, отчетность по международным стандартам, она безусловно реалистичнее, тут разговоров нет. Собственно, вся система РСБУ страдала отсутствием информативности. Поэтому, разумеется, мы говорим о том, что это большой качественный шаг вперед, но он будет труден в ближайшие годы. И поэтому я хочу еще подчеркнуть важную такую деталь, что на какую бы вы должность не претендовали, будь то это ротация в рамках вашей группы компаний, или вы передвигаетесь в другую группу компаний, может быть, в силу жизненных причин, переезда и так далее, или вы получили приглашение на собеседование, на то, что вам понравилось, в другой компании какая-то должность. В любом случае, как вы понимаете, будет тест по международному стандарту. И чем детальнее вас будут спрашивать, это для вас как раз сигнал, что от вас потребуют, и, соответственно, вы будете ценным работником, а кое-то требования высоки. То есть даже, вот, смотрите, когда вы проходите курс, да, а после этого, когда у вас наступает понимание, вот вы пришли на собеседование, вам задают вопрос. Когда вы ориентируетесь в этой системе, когда вы чувствуете уровень и глубину вопросов, вы уже можете составить четкое представление, что вам предстоит делать, с кем вы имеете дело и что это за компания. Ну, естественно, если вы не будете знать международных стандартов хотя бы в основе, хотя бы в основе вот этого базового курса, я думаю, что ни на одну вакансию, даже сейчас уже, и, к сожалению, на должность бухгалтера, наверное, будет сложно попасть в приличную компанию. Сами знаете, времена переживаем непростые. Конечно, все закончится, все пандемии, все кризисы, но пока что в ближайшие два-три года надо быть во всеоружии. Кроме этого, конечно же, МСФО помимо вот тех базовых знаний, которые вы получите на этом курсе, МСФО даст вам возможность, если вы этого захотите, расширить, безусловно, свой профессиональный потенциал. Потому что я вам скажу, я уже на этом базовом курсе, я даю, допустим, навыки консолидации. То, что является, ну, я бы сказала, верхом нашей профессиональных возможностей, то есть составлять не просто отчетность одной компании, а составлять сконсолидированную отчетность, то есть представлять всю группу компании как единое целое. Как вы понимаете, для собственника это самая дорогая информация, что происходит в целом в рамках всей компании. И поэтому вот по ходу курса еще раз хочу подчеркнуть, это целая система. Это не просто вот правило, допустим, отражение в отчетности тех же запасов, основных, выручки. Нет, это все взаимосвязано, и в итоге у вас будет целая система, которая шаг за шагом потребует от вас понимания не только отражения отдельных элементов отчетности. Вы по-другому будете смотреть на взаимосвязь даже отчетов. МСФО настолько вещь глубокая по своему содержанию. Вот поначалу, особенно первое занятие начинается, да, и кажется, ну, вот эти фразы, я уже слышал чего-то там. И может сложиться впечатление некой такой поверхности, и более того, возможности варьировать, возможности сделать отчетность, даже поприукрасить ее, быть может, да. Все это есть, это действительно так. Но это первое поверхностное впечатление. На самом деле, когда вот в ходе изучения всех стандартов вот этот вот венок санетов сложится, вы увидите, как все взаимосвязано. Как любой доход и расход, попадающий и в ОФР, и в баланс, все это аукается моментально, особенно потом на практических курсах, трансформация, консолидация, это само собой. Но даже на базе вы по-другому будете смотреть на взаимосвязь всех отчетов, комплекте отчетности, вы увидите очень объемную пояснительную записку по международным стандартам, где очень много именно вот этого осмысления, мотивации, всех шагов, которые в итоге приводят к конечному результату. То есть все абсолютно идет осмысленно и с изложением аргументов, почему так, а не так. Это тоже особенность МСФОшная. Поэтому после того, как вы этот курс закончите, и у вас сложится вот эта картина именно формирования отчетности, я подчеркиваю, что это не учет, это именно для нас важен конечный пункт. Мы все время плывем к той пристани, которая обозначена как цель, отчетность. Не учет шаг за шагом, а вот эта цепочка, которая приведет к конечному показателю, который аукнется в статье баланса ФР и так далее. И поэтому после изучения вот этой системы международных стандартов у многих появляется желание уйти в аналитику, в бухгалтерии уйти в финансовую аналитику, в различные там сферы, оценка бизнеса и так далее. Очень много того, что дальше открывается с помощью вот этой системы. То, что совершенно отсутствовало в РСБУ, вот эта вот системность, потому что там важно. Вот такая ситуация, ты вот эту проводку делаешь с этого счета, на этот счет и все. А здесь именно вот эта вот линия общая, которая говорит о том, что посмотри, как этот элемент, который у тебя отразился на балансе, как он себя чувствует в отчете о финансовых результатах. И как он согласовывается с тем, что проходит по ДДС. Мало того, в итоге, а как это ляжет в общую картину в целом по группе компаний. То есть отчетность одной компании должна быть обязательно, логично, быть элементом всей отчетности в целом по бизнесу. Я надеюсь, что я передала самую главную мысль, что это системная вещь, которая совершенно является собой качественно другой уровень профессиональный. И еще одна вещь по поводу аргументации в пользу курса, это, конечно, то, что это необходимый кирпич для того, чтобы получить международный сертификат. Этот сертификат, это не только подтверждение того, что вы знаете международный сертификат, ни в коем случае. Дело в том, что вот этот экзамен, он, если говорить по сути, он где-то экзамен ради экзамена. То есть вот после базового курса идут два практических курса, трансформация и консолидация. Это наше ремесло. То есть когда мы с вами познакомились с правилами, мы садимся в автомобиль и поехали. Вот эти практические курсы, они дают навыки практической работы. Я всегда говорю, что после этих двух курсов вы смело можете идти работать в любой отдел или департамент МСФУ, как бы это ни называлось. То есть у вас ремесло будет в руках. Другое дело, что без сертификата международного у нас просто не возьмут. Я имею в виду на конкретное формирование МСФУ отчетности. Но дело даже не в этом, что это вот тот необходимый документ, который обязательно значится в наборе для любого СФУошника. Этот документ, он украшает любой резюме. Даже если человек идет, допустим, в финодел, на должность финдиректора, все равно. Этот документ, это свидетельство, что вы прошли определенный этап. Я же вам говорю, что это экзамен ради экзамен. Он не добавляет особо ничего к практике, но он бесконечно углубляет ваши профессиональные возможности. Потому что вот экзаменатор, у него цель такая, чтобы вы пришли на этот экзамен несколько раз. Чтобы эта река не пересыхала. Дело даже не в тех деньгах, которые хотят, это тоже не маленькие суммы. Но здесь речь о престиже этой квалификации. Поэтому они всей душой, вернее он, у нас один голубчик много лет, вот, и этот голубчик, он всеми фибрами души, он полгода готовит такое задание. Это одно задание на весь мир. Все в один и тот же момент, все занимаются одним делом, решают одни и те же задачи. Так вот, он полгода со своей командой готовит это задание и цель, чтобы вы пришли еще там 2-3 раза. Вы знаете, что вот эта вот самая такая известная квалификация, она тестируется дважды в год, в июне и в декабре. Ну и вот процент сдачи там от 30 до 40, в зависимости от ситуации. Сейчас пандемические раздачи, конечно, с высоким процентом идут, ну там свои здесь моменты. Так вот, я хочу сказать о том, что то, что вы должны знать сами стандарты, понимать их, применять их, это само собой. Мы, конечно же, с вами на базовом курсе подкрепляем практическими ситуациями. Конечно, все теоретические положения я иллюстрирую там на практических примерах, но уже на базе, я понимаю, ну просто уже многолетняя практика. Я знаю, что все практически присутствующие идут со мной до вот этого этапа. Кто-то идет сразу на практику, кто-то сразу на подготовку. Это, в общем, параллельные пути зависят от того, кому что важнее на данный момент, что быстрее нужно. Кому-то практические навыки, кому-то сертификат для движения карьерного. Так я уже на базе, я вижу ваш вот этот длинный путь. Потому что, ну, если не в ближайшие полгода, то через полгода я все равно увижу вас на следующих курсах. Поэтому вот этот путь длинный, не только в эти 40 часов базовых курсов, но и дальше. Я его увижу и понимаю, что мне вот вести вас до победы, до вот этого сертификата, который еще раз подчеркиваю. Это не знание МСФО, это само собой. То, что мы с вами на базе закладываем этот кирпич, это просто, ну, само собой, что вы это знаете. Они там сгаляются для того, чтобы вы пришли второй, третий раз. И поэтому этот вот сертификат, это не только свидетельство знания МСФО. И не только умение применять это дело. Это определенная характеристика ваша и профессиональная, если хотите, интеллектуальная. И даже в какой-то мере это характер. Потому что те, кто прошел этот этап, они понимают, что это непросто. И экзамин действительно непросто. То, что вот, допустим, если кто-то из вас нацелен на ближайшее, на июнь, то это просто вот надо иметь в виду, что это займет приличное количество времени. То есть надо будет этому посвятить. Там, правда, майские праздники, ну, это, конечно, героический будет ход, если вы не исключено, что вы там с первого раза сдадите. У нас первый вот этот курс базовый где-то 16 марта начинается, а экзамен в июне. Ну, вот, если успеть с регистрацией, то можно попробовать июня проскочить. Ну, и не буду говорить о том, что сейчас, конечно, очень много случаев. Раньше это было редко, да, если у меня там в группе 2-3 человека было, те, которые нацелены на работу за рубежом, то сейчас количество людей, которые нуждаются в этом сертификате именно для того, чтобы иметь право работать в другой стране или еще один распространенный вариант, поучаствовать удаленно в таких вот международных проектах, да, то сейчас достаточно часто это встречается. Кто-то уезжает жить, кто-то уезжает работать, получают приглашения. То есть погуляв в интернете, вы можете подать заявку на участие в каком-то проекте по сформированию психоотчетности, потом себя зарекомендуете, вас могут пригласить на работу в какую-то из стран. Тоже такая дорога уже неудивительная, не на ах, уже, можно сказать, складывающаяся практика. Ну и еще вот закругляясь с этими причинами, хочу сказать, что, конечно же, вы на этот семинар пришли быть, мы уже понимаем, насколько необходимо знание МСФО. Вам, разумеется, интересно, что себя представляет преподаватель. Манера, темп и так далее. Вот ровно так, как я с вами разговариваю, что-то я не вижу от вас вопросов, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, можете спрашивать все, что угодно, абсолютно. Я имею в виду, разумеется, по-моему, так вот я хочу сказать, вот в той манере, в которой я с вами сейчас разговариваю, точно так же я веду этот курс. То есть уже на первом занятии я говорю о том, что, пожалуйста, задавайте вопросы, прямо по ходу, не накапливайте. Это поначалу я, конечно же, мягенько, потихонечку раскручиваю, да, дальше вот прям вот весь курс таким, знаете, бугорком идет. То есть середине самое сложное. Потом еще, если мне, допустим, задается вопрос, я вам рассказываю, ну, как бы стиль свой и как удобно и слушателям, как уже практика показывает. То есть если мне задается вопрос, на который я оперативно могу ответить по ходу прямо изложения после, да, то я договариваюсь сразу, что если я начинаю объяснять, и вы по ходу поняли, вы не шлете плюс, что все понятно, можете ко мне шайдумно двигаться дальше. И пока я не увижу плюса, что вам все понятно по этому заданному вопросу, то вы все уяснили, что все прозрачное, а дальше не двигать. Ну, обычно мне там несколько минут хватает. Но если вдруг ступор, что надо вот разжевать, все это вот разъяснить, ну, значит, тогда договаривались и там после занятий что-то обсуждаем. Ну, в основном это все в рабочем режиме происходит достаточно бодро, несмотря на пока что вебинаристость. Ну, вебинар он тоже имеет свои плюсы, как вы понимаете, дорога в Москве, куда они ким все равно часто. Вот. Ну и, как я сказала, это 40-ка часовой курс. Либо, соответственно, там 5 занятий по 8 академических часов с 10 до 5, суббота или воскресенье. Или, соответственно, 10 вечеров в каждую неделю и 3 занятия. Вот вечерняя стартует 16 марта курс, а 20 марта пошел дневной. Это, скорее всего, воскресенье или суббота по воскресенью. Далее. Далее я еще хочу сказать, что мы с вами, конечно же, прежде всего системно посмотрим принципы в целом. МСФУ изучил обойму всех практически стандартов. Посмотрим. Походу всегда возникает вот это а у нас, а у них, да. Но в целом мы с вами изучаем континентальную школу и отличий все меньше и меньше. но тем не менее будем, безусловно, говорить и об отличиях конкретных пока еще сохраняющихся. Будем сравнивать и с американскими стандартами где-то уместно, хотя стараются уже после в течение последних 10 лет работают рука облаку и наши континентальные стандарты максимально стараются приблизить с американскими. Дальше. После курса вы сможете абсолютно понимать отчетность составную по МСФУ. Вы будете понимать, что там такое зарыто на самом деле, потому что там очень много может быть завуалерности это конечно всем аналитикам, кто анализирует инвест деятельность банком, разумеется. Вы сможете сами уже формировать корректировки для того, чтобы перейти от русских цифр к МСФУ. То есть уже определенное понимание того, что предстоит на практических курсах, как от русской отчетности перейти КМСФУ, сложить уже в ходе базового курса. Ну и я думаю, что после того, как мы с вами все-таки научимся консолидировать, а я вам говорила, что консолидацию я даю уже на базе, потому что правила консолидации, они в принципе не зависят от того, в какой системе вы формируете отчет. В любом случае, когда мы делаем вот эту вот, как у нас говорят, отсводную отчетность по группе компаний, в любом случае, вот все классические правила, которые уже сто лет существуют, они едины для всего мира. То, что в разных компаниях там есть отсебятина, но это потому, что управленка, она нигде не законодательно не затрождена. поэтому каждый там поет свою песню, всего своей профессиональной возможности своих и специфики бизнеса, безусловно. И вот если говорить о форматах, а где-то тут они у нас были, сейчас, минуточку, вы их, наверное, видели, да, форматы обучения, еще раз, очные, да, индивидуальные есть в курсе, то есть, когда я работаю индивидуальным со слушателем, есть такая возможность, когда мы выезжаем на площадку заказчика, то есть, выезжаешь в компанию, там формируется группа обучения, ну, а сейчас, конечно, самая такая в ближайшем, во всяком случае, вот курсы, это вебинар, но, как видите, общение у нас ничем не ограничено, материалы все вам будут предоставлены, более того, записи наших с вами занятий, они будут у вас в течение трех месяцев. И буквально два слова по поводу комплексной программы. комплексная программа включает в себя четыре курса. Пока что мы с вами только познакомились, но поверьте мне на слово, да? 15 до начала я еще начала. я позвонила не сразу, да, у меня просто здесь я только осталась, но у кого включен микрофон, отключите, пожалуйста. Нет, я понимаю, но у меня просто сам процесс, пока он идет, я думаю, получится, не получится, еще раз, я пытаюсь рассказать про мунистерство. Говорю о том, поверьте на слово, те, кто приходит на базу в течение до этого пыталась на предыдущих семинарах рассказать, у меня такая же неудача. Елена, вы все добрые отключите микрофон. Елена, отключите, пожалуйста, микрофон. Вас также слышно, как меня. Те, кто приходит на базовый курс, они продолжают дальше, идут на практический пункт, трансформация, консолидация. Дальше, как правило, все заканчивается подготовкой к сертификации. Поэтому, может быть, будет для вас к себе смысл сразу пойти на комплексную программу, вам, по-моему, серьезное удешевление. Честно говоря, по цифрам не могу вас точно сориентировать, но хочу посвящать и точить даже, потому что это дешевле совершенно точно. Причем не так лишь. посмотрите на сколько вам на просрок там поговорили. Ну, вот, в общем, вкратце то, что я хотела вам рассказать про базовый курс. Еще раз, если есть вопросы, то жду от вас, пожалуйста, формулируйте письменно, устно. и, пожалуйста, жду вас на курсе МСФУ базовый для начала, там посмотрим, как дальше пойдет дело, и я думаю, что продолжим применение этого курса уже в практических навыках формирования финансовой отчетности по МСФУ. Я имела в виду МСФУ базовый 40, да, Наталья отвечает, МСФУ базовый 40 часов. Это вот, ну, как бы начало, это вот сами стандарты, это правила, без которых дальше нет. Дальше трансформация 16 часов, то есть либо два воскресенья, либо четыре вечерних занятия. Это первый шаг, когда мы отдельную отчетность отдельной компанией, русскую отчетность трансформируем, то есть превращаем, перекладываем в МСФУ отчетность для отдельной компании. Следующий шаг, консолидация, тоже практический курс, когда, вот, допустим, если у вас компания 10 компаний, вы для них, для каждой составили комплект отчетности по МСФУ. На шаге консолидации вы вот эти 10 компаний смотрите как на единое целое, как будто это у вас обособленные подразделения и делаете единую отчетность по всей группе компаний. Вот это консолидация, это тоже 16-часовой курс, практически, абсолютно. Я говорю, что после трансформации консолидации вы уже имеете ремесло, с которым можете работать в любом отделе или департаменте МСФУ. И четвертый курс, это подготовка к сданию депифра. Это на международную сертификацию 48 часов. Вот это блок, который входит в комплексную программу. Можете пойти на базовые, поработать со мной, посмотреть, убедиться, что все прилично, двигать дальше. Здесь речь только об экономии. Еще вопросы? Да, да, базовый курс, это вечерние занятия, то есть они начинаются в половине седьмого, заканчиваются в половине десятого. Три дня в неделю. Ну, как-то, наверное, понедельник, вторник, пятник, ну, что-то в этом духе, уточните, пожалуйста, ну, может быть, вторник, среда, пятница, так вот, три дня в неделю, и рядом начинается курс, который идет по воскресеньям или по субботам двадцатого, что это, давайте глянем, вот, двадцатого и то суббота, там занятие начинается в десять, заканчивается. очистить браузер или что-то как-то или обновить, или как-то это делается. Дмитрий, если говорить о проценте успеха, то, ну, конечно, в принципе, со второго и третьего раза все. Да, это важно, С первым, утром-то. А с первого раза идет, это уже от того, на сколько умер, у меня, в свое время, когда вот, сиди, через, не все, в кору, у меня никак не проходило, и потом, не уйдет, не уйдет, не уйдет, не уйдет. Она занимается самым делом, не мешает, да? Не хорошо. Еще вопросы? Эрзамен будет 11 минут. Все? Больше нет вопросов? Ну, она и была, и самым началом было ожидание подключения. Нет, 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 это решение задач, Наталья. Это решение задач. Там теория училась. Нет, я не все время пыталась у меня предоставить вопрос, что я была в интернете почитательной и не хотела сразу позвонить вам. Еще вопросы? В таком случае я с вами прощаюсь, желаю вам свободу. 18-20 я уже включилась. Я уже была включена. Нет, нет, Наталья, нет, 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 не 4 блока. Вот для того, чтобы вы вышли, допустим, на экзамен, вам нужно базовая и подготовку. А теорию, практику можно отложить, иначе вы просто не успеете. Идеально вот так, как оно идет. Базовая, то есть, можно пробовать, вот это надо, надо именно заранее, а вот... Елена, как вам не совесть? можно базовая подготовка, потому что там очень жесткие сроки регистрации. Просто 28-го, я же пробовала, но такая суть у меня была 28-го, вот, но дело в том, что не было. Невозможно. в начале, у меня тоже вот эти горы-горы-горы, а один, ну, я несколько раз заходила, выходила, опять посылки, опять провалилась, вот, вот, по-по-по-по-по-по-по-по-по-по.